МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Владимирович Федоров не остался в стороне от проблемы. Люди ведь ни в чем не виноваты, а потому имеют полное право на чистоту и порядок. На протяжении последнего месяца шахта Краснолиманская активно наводит порядок в нашем городе. Из-за несистематического вывоза мусора нет ощущения чистоты. И мы совместно с нашими гражданами обратились в Покровский городской совет, чтобы они нам помогли навести порядок, чтобы наши жители достойно в чистоте встретили День шахтера и День города. За несколько дней до праздника в городе начала работать мусороуборочная техника. Покровским городским советом для наведения чистоты в Родинском было направлено два мусоровоза, погрузчик и бригада дворников. С того времени, как мэром Покровска стал Руслан Требушкин, еще ни одна сессия гурсовета не прошла без рассмотрения какого-либо вопроса, касающегося оказания помощи соседнему Родинскому. Постоянно выделяются деньги на ремонтные работы учреждения образования, домов ОСМД, замену асфальтного покрытия и, конечно же, для наведения порядка в городе. В преддверии праздника мне вдвойне приятно, что опять оказывается помощь нашему городу и как депутату, и как простому жителю. Сегодня выделена техника, люди для того, чтобы город встретил праздник в чистоте и порядке. Так, общими усилиями, Сергею Федорову вместе с Покровским городским советом удалось подготовить Родинское к праздникам. Хочется заметить, что эта акция, я думаю, будет не единоразовой и жители города почувствуют те стандарты чистоты, которые приняты в прилегающих городах. Как именно дальше будут решать вопрос с вывозом мусора в городе, пока неизвестно. Однако без помощи Покровска жители Родинского точно не останутся.